Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Audi A4. На видео автомобиль в комплектации дизайн с бензиновым двигателем объемом 2 литра с передним приводом и роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля – серебристый металлик. Диски литые, 17-дюймовые, шинами размерностью 225 на 50. Задние тормоза – дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна расположена в задней части крыши. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен двухцветным кожаным салоном черно-оранжевого цвета. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидение можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать, или регулировать наклон спинки. Сиденье также оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. Регулировка длины подушки сидения осуществляется вручную. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сидения. В память можно сохранить две различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-стоп». Автомобиль оснащен виртуальной панелью приборов с цветным дисплеем. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка «Фронт» активирует систему головного освещения при непогоде. Рядом находится кнопка включения задних противотуманных фонарей. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 140 мм. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены в блоках задних фонарей. Возвращаемся в автомобиль. Сверху на водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. В этом положении джойстика включается электрообогрев боковых зеркал. Далее на водительской двери идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Слева от руля расположена регулировка яркости приборной панели. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор вспомогательной информации, которая выводится на приборную панель. Можно вывести данные мультимедийной системы, информацию маршрутного компьютера и настройки автомобиля. Управление круиз-контролем осуществляется с помощью отдельного устройства. Подрулевого переключателя расположенного слева от руля. Индикация круиза на панели приборов. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10,1 дюйма. Мультимедия поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Также поддерживается Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает функцию hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Также магнитола поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой Bank & Olufsen с 19 динамиками, усилителем и сабвуфером. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Во вкладке «Автомобиль» на дисплей мультимедийке выводятся данные о текущем состоянии автомобиля, информация о давлении в шинах, информация бортового компьютера и настройки автомобиля. Автомобиль укомплектован системой выбора движения автомобиля Audi Drive Select. Предусмотрено несколько режимов. Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic и индивидуальный. Индикация режимов отображается на дисплее мультимедийной системы и на панели приборов. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанцию. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем. Кнопки включения автоматического режима работы климат-контроля. Кнопка регулировки интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка выбора зон работы климат-контроля. В положении Sync в климат-контроле синхронизируются передние зоны. В положении Rear активируется управление климат-контролем сзади. Кнопка выбора направления обдува с водительской стороны. Кнопка выбора направления обдува с пассажирской стороны. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Кнопки вентиляции передних сидений. Вентиляция трехрежимная. Кнопка отключения системы старт-стоп. Кнопка отключения системы курсовой устойчивости. Кнопка включения парктроников и камеры заднего вида. Кнопка отключения дисплея мультимедийной системы. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя. Кнопка и пассажира. Также на потолке находится кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположен USB-разъем. Подлокотник регулируется по вылету и углу наклона. Перед рычагом коробки передач расположена небольшая ниша и подстаканники. В основании центральной консоли расположена розетка на 12 вольт и USB-разъем. Бардачок с подсветкой отделан тканью. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями. Управление осуществляется с помощью джойстика. Режим паркинг включается отдельной кнопкой на джойстике. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. Карманы для вещей в спинках передних сидений не предусмотрены. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Также предусмотрена регулировка температуры климат-контроля в задней зоне. Снизу расположены два USB-разъема и розетка на 12В. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью находится ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 460 литров. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Справа в багажнике находится открытая ниша с сеточкой. Под полом в багажнике находится запасное колесо. Для сложения спинки сиденья необходимо нажать на кнопку. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 40 на 20 на 40. Сиденья второго ряда складываются без ступеньки. В крышке багажника крепится знак аварийной остановки. Для закрытия багажника в крышке предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 54 литра. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2 литра с отдачей 190 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Audi A4 в комплектации «Дизайн» с бензиновым мотором объемом 2 литра с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 3 703 784 рубля. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...